Настоящий ливень в подъезде многоэтажки в прямом смысле прочувствовали на себе накануне вечером жильцы с улицы Начальная. Здесь стекло, что называется, из всех щелей. Не меньше осадков выпало и в других районах Казани. Где-то в парадных, а у кого-то и в собственных квартирах. Да и насрать-то, пусть течет ниже, пускай до них доходит. Коридор течет. Ой, прям мне в глаз. Ой, господи. Все залито. Кто возмещать будет, не знаем. Как дождь идет в квартире. А в доме 210А на проспекте Победы квартиры залило настолько, что жильцы уже не могут сдержать эмоции. Пострадали стены, мебель и ценные вещи. Остается только точно так же поливать о горе слезами. Здесь вообще купаться можно, божили. Вон там все течет. Не только жилые дома, но и магазины оказались накануне во власти стихии. Настоящий водопад в отделе с электроникой случился в супермаркете на проспекте Ямашево. В такой ситуации опробовать новый электрочайник даже как-то и не тянет. Водопад случился и на карьерной. Да такой, что потоками воды из дома в подвал унесло двоих котят. Поиски по горячим следам пока результатов не дали. Мне кажется, не затопило. Мне кажется, они где-то там сидят. Неожиданное половодие в очередной раз заполонило и казанские дороги. Все потоки воды не выдержали ливневки на Губкино, проспекте Победы и традиционно в авиастроительном районе. Конечно, ужас. Мы плывем потихонечку. Все плывут. Плыли казанцы в районе авторынка. Здесь сразу несколько машин разом заглохли, просто не справившись с напором воды. Мама моя, тут заглохнуть можно. Смотрите, что люди боятся ехать посередине лужи. Пытаются ее объехать. Видимо, там очень глубоко просто. А сегодня казанцы принялись оценивать масштабы бедствия. На Амерхада-107 из-за ремонта крыши пострадали более десятка квартир верхних этажей. Жильцы даже вызвали инспектора из ЖЭКа, чтобы зафиксировать весь ущерб. Вот отсюда прямо текло. Вот здесь ручьем текло, прям по низу все. Мне пришлось весь линолеем отдирать и ведрами собирали воду. Все провисло. Вот здесь люстру сняли. Там вот боимся пока открывать, сейчас вода просто хлынет. Ночью замкнуло, перегорели половины розеток в квартире, ванная комната перегорела. Вот сделали ремонт полгода назад и все труды на смарку. Вот тут потолок подвесной полетел, обои. Тем не менее, нашлись и те, кому такое бедствие пришлось по душе. Пока купальный сезон официально закрыт, в Нагорном местный житель решил устроить заплыв в собственном дворе. Благо здесь еще купаться не запрещали. Дарья Петрова, Максим Зуйков, Телеканал Эфир.